Курс на развитие малого бизнеса и импортозамещение. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих и опытных предпринимателей. Помощь в виде субсидий, грантовых конкурсов и акселераторов можно получить очно и онлайн. На федеральном и областном уровне действует поддержка инновационных проектов на научно-исследовательские разработки, IT-сферу и коммерциализацию. На фоне повышения процентных ставок в банках хорошим подспорьем стала региональная программа льготного кредитования, так называемые микрокредиты. Сумма кредитов небольшая, срок небольшой, сумма максимальная 5 миллионов, но может быть и меньше. Это именно для субъектов предпринимательства. Срок кредитования до 36 месяцев и ставка процентная, не более 10% годовых. Причем эффективная ставка получается гораздо ниже, чем даже если бы в коммерческих банках такой ставке предоставляли кредит. Здесь возможна срочка погашения основного долга на какой-то период, индивидуальные какие-то условия. Это государственная поддержка, но государственная поддержка возвратная. Направить эти средства можно на оборотку, то, что сейчас очень популярно. Можно рефинансировать уже действующие кредиты. На эти средства также можно приобрести транспорт или оборудование. Есть льготное кредитование по программам Фонда развития промышленности до 8% годовых. В области активно поддерживают социальное предпринимательство. На прошлой неделе дали старт региональному конкурсу «Новые возможности», который проводится Центром инноваций социальной сферы. Социальное предпринимательство – это не про бесплатно, не про благотворительность. Для тех, кто что-то делает бесплатно, некоммерческих вот таких проектов, есть другие меры поддержки. Это отдельная система, это и президентские гранты, и региональные гранты. А социальное предпринимательство – это именно те, кто предоставляет медицинские, например, услуги, кто работает с детками, кто ухаживает, например, лицами с ограниченными возможностями. Также социальным предпринимателем является человек с ограниченными возможностями, который работает сам на себя. То есть этот статус, он официален. И он дает, ну вот, помимо возможности получения какой-то грантовой поддержки, еще и налоговые льготы. Дополнительные баллы в конкурсе «Новые возможности» дают статус социального предпринимателя и участие в областном кластере. Также приоритет отдадут проектам, которые представлены в навигаторе СПО. Несмотря на это, участвовать в конкурсе могут все, у кого дело направлено на решение общественных проблем. Грантовые средства до 500 тысяч рублей можно будет потратить практически на любые цели. Продолжается прием заявок до 30 сентября. Подать ее можно онлайн на сайте Центра инноваций социальной сферы. Совместно с этим в Сарове уже не первый год реализуется проект «Путь к успеху». До 10 октября прием заявок продолжается. Заявка максимально простая, в электронной форме заполняется. Что представляет собой этот наш акселератор «Путь к успеху»? Во-первых, он реализуется при финансовой поддержке нашего ВНЕФ, нашего федерального ядерного центра. Ассоциация промышленников-предпринимателей является фактически генеральным спонсором проведения этого акселератора. Мы в свою очередь координируем, проводим обучающие мероприятия. Ведь акселератор представляет собой серию обучающих образовательных мероприятий для повышения компетенции, для того, чтобы участники смогли упаковать в должной мере правильно свой проект и прийти к презентации с хорошим проектом, который можно представить на суд комиссии. В этом году большинство обучающих семинаров пройдет онлайн. Еще одна особенность акселератора – стать участником может не только действующий предприниматель, но и любой желающий со своим социальным проектом. Он также сможет претендовать на грант до 150 тысяч рублей. В Сарове действует программа поддержки предпринимательства и самозанятых. Участники могут возместить затраты на покупку оборудования, образование сотрудников и многое другое. Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно получить с ЦПП. Специалисты проконсультируют вас и помогут подготовить необходимые документы. Телефоны 9-92-63 и 9-92-65.